Глава 2. Порт Дарк Уотера Пирс взял дело Хокинсов, проклятую художницу, обвиняясь в том, что устроила пожар которой, и убил ее вместе со своей семьей. Единственная улика – страшная картина, которую она отправила отцу. На транспортной этикетке был указан анализ склада, расположенного в доках острова Дарк Уотера. Именно с этого места Пирс и начал свое расследование. Фокус Хоум Интерактив представляется. Это только начало получается. У нас вторая серия, уже прохождение, а это только начало. Отлично. Мы почти на месте. В роликах я буду стараться молчать, чтобы посмотреть, не упустить там какую-то суть или что-то еще. Какое-то рыбацкое судно. Китобойное получается судно. Крючки там. Оставайся на борту. Сейчас ребята разгрызутся. Добро пожаловать на остров Дарк Уотер, мистер Пирс. Что ж, спасибо, капитан Фитцрой. Так что за ветер принес тебе сюда? Дело Хоккинсов о чем-то вам говорит? Печальная история, которую мы все хотим поскорее забыть. Чарльз Хоккинс не был моряком, но он был хорошим человеком. А его жена, Сара Хоккинс. Милая девушка и великая художница. Какая трагедия. Знаешь что? Иди выпить кита на мели. Тебе не помешает что-нибудь тонизирующему. Митчелл может быть и не самый гостеприимный человек в мире, но и в его баре есть для тебя сюрприз. Что же до меня, то я буду в своем кабинете. Если сюда тебя привела семья Хоккинсов, у меня есть кипа документов, которые тебя заинтересуют. Понятно. Я пойду осмотрюсь в доках. Так. Ну вот мы прибыли, получается, на Дарк Уотер. И давайте же знакомиться. Так, у нас тут что-то с заданиями. Поговорить с Фисроем задания. Идите в бар. Поговорить с Брэдли. Поговорить с Фисроем. Основное задание у нас поговорить с Фисроем. Окей. Его отложим пока на задний план. Для начала нам надо... Брэдли это... Не знаю кто. Так. В бар нам будет сходить. Сейчас осмотримся и сходим в бар. Пирс. У нас одно доступное очко, кстати. Одна оп. Одна опа у нас доступна. Так. Что мы прокачаем? Прокачаем мы, прокачаем мы. Так. Медицину нужно взять только с помощью найденных предметов. Понятно. Они, наверное, автоматически прибавляются. То, что мы для медицины это нашли. Какой-то том там один. Так. Силы нам хватит. Поиск. Расследование. Красноречие. Что, давайте красноречие, наверное. Докачаем хотя бы до половины. Потом уже будем думать. Да? Да. У нас уже профессионал. Так. Так. Рассудок. Так. Ничего. Дарк Уотер. Здесь тоже ничего. Места. Так. Места. Остров Дарк Уотер. Похоже, мир попросту забыл о существовании этих одиноких скал у бостонского побережья. Это небольшой негостеприимный остров, со всех сторон защищенный крутыми утесами и острыми рифами. Подойти к берегу можно только в одном месте. Остров населен в основном потомками китобоев, которые в начале 19 века построили здесь склад припасов. Закрытие китобойного промысла сильно ударило по местному населению. Думаю, единственное прибыльное предприятие на острове – медицинский институт. Понятно. Порт Дарк Уотера. На входе в порт Дарк Уотера стоит остров. Или что это? Остров. Остов. Сцилы. Последние китобойные шхуны, которые пришли сюда с добычей. Целый день под оком ходят моряки в поисках подработки. Там же расположилась банда бутлегеров, которые постепенно отгрызают территорию капитана Фицроя. Последнего моряка, который на собственном катере ходит между островом и материком. А золотого века китобойного помысла осталось только воспоминание. Понятно. Все у них плохо, короче. Так. Блик у нас нету. Знания у нас. Это знания. А, Атлас. Ну, Атлас мы уже читали в прошлой серии. Так. С чего же начать, в первую очередь? У нас там, вон, люди что-то толпятся перед касаткой. Джентльмены, прошу вас отойти и позвольте полиции сделать свою работу. Эй, Салливан. Ты можешь побыстрее? Ты знаешь, сколько этой штуки лет? Если поспешишь, она попросту развалится. Так нельзя. Да это же просто рыба. Рыба? Да ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Лучше помалкивай, если ничего не понимаешь. А то пожалеешь, ей-богу. Ладно, хватит. Отойди и дай мне заняться делом. Не надо так со знаменем. О да? Из-за него мы влипнем. Вам не понять, вы же не моряки. Это знак, что-то будет. Что-то очень плохое. Не выбрасывайте здесь чудовую вещь обратно в воду. Это же легавые, им не понять. Черт, вы тупые кретины. Понятно, полицейские хотят выбросить воду обратно. Касатку. Давайте поговорим. Вас это тоже касается, сэр. Ступайте. Так. Да вы совсем берега потеряли. Эти моряки огорчаются по мелочам. Спросить про склад. Я ищу склад 36 в порту Ударкова. Ах. Так, кто же вы? Я не представился. Эдвард Пирс. Частный детектив. Эдвард Пирс. В любом случае, это не очень важно. Я не могу ответить на этот вопрос. Не можете? Или не хотите? Не, нет. Я в эти игры не играю. А теперь прошу вас оставить меня. У меня много работы. Я не понимаю, что вы не сейлеры. Это знак. Рожа, конечно, у него. Что-то реально плохое. Так, как он... Неужели вы не видите, что я занят? Понятно. Он нам ничего не скажет. Так, а ты, чувак? Они не могут понимать. Тоже ничего. Не ступорные идиоты. Поговори, никто не слушает нас. Кровь только начинает сворачиваться. Она умерла совсем недавно. Только специалист может сказать, что же ее убило. Да, ни черта у нее тут просто кусок такой вырван. О, крабики. Что могло унести такую рану? Нет. Мы ни черта не знаем. Здесь нам не пройти, получается, да? То есть мешают зеваки. Так, 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 так. Давайте сходим сюда. Крабиков столько бегает. Ты что-то скажешь? Ваш предотвратительный у нас... Че-то... Тебе здесь тоже нечего делать. Проваливай. Ну, давай, блюдок, узнай, что сделан настоящий человек. Так, у нас туда не пускают. Ладно, идем в бар. Идем в бар. По прибытию нам нужно выпить. Так, что здесь сухой закон здесь всерьез не воспринимают. И это меня устраивает. Ну да. Опин. Опин. Шмопин. Так. Здесь-то что-нибудь есть. Ну, пока ничего не видим. Ладно, давай, уже пошли в бар. Нет, давайте-ка, сейчас еще вот у чувака что-нибудь спросим. Нет. Те молчаливые. В окошко даже можно посмотреть. Нет, не уезжали его был. Ха-ха, на. Получай. Осторожен. Ничего, в мою сторону плевать, да? Так. Какая-то таинственная тетка. Нужно принести ему еще выпить, у него в глотке совсем пересохло. В моем баре нарушителей порядка не обслуживают. Это не я нарывался. Этот парень не проявил должное уважение. Извините, не перегибай. Так. Что, извиниться будем дружелюбными? Давайте извинимся. Просто инстинкт. Я вел себя как дикарь. Искренне прошу меня извинить. Воевал? 307-й пехотный полк. Ладно, пока замяли. Но война окончилась, не забывай об этом. Я пришел кое-что узнать, а не подраться. Мне так тоже больше нравится. Значит, поговорим. Я оставлю за собой право, не отвечая на вопросы. Хм. Так, здесь сухой закон не действует. Узнать про остров Дарк Уотер, заказать выпивку. И я ищу склад 36. Так. Ну, давайте спросим про сухой закон. Я не думал, что на острове есть алкоголь. Откуда такое чудо? Ты имел в виду от кого? Нашему поставщику не понравится, если я буду рассказывать про него первым встречным. Я никому не скажу. Она все равно узнает. Что-то еще? Она. Уже женщина, да, уже. Понятно. Так. Узнать про остров. Давайте узнаем про остров. Ух ты. Кит на миле. Думаю, этот бар стоит тут давно. Ну, что я могу сказать? Я тоскую по прошлому. А это название напоминает нам о золотом веке острова Дарк Уотер, когда наши китовои на долгие месяцы уходили в море и возвращались, воняя потом ворванием и китовым мясом. Хотя времена, конечно, были суровые. Зато славные. С тех пор мы больше никогда не видали того богатства. Что ты можешь рассказать мне о ней? Мы все знали, что она знаменитая на материке, ее картины точнее. Мы никогда не понимали, почему. А мертвых либо хорошо, либо ничего. Это правда? Они были странными. Если это правда, ничего плохого ты не скажешь. Довольно про Сау. Ну да. Она правда видела мир так жутко? По мне так правда. Это всего лишь вопрос с точки зрения. Что ты имеешь в виду? Ты все еще веришь правде после бутылки виски? Она прославилась благодаря своему, как бы его назвать, извращенному стилю. Но это было ненормально. В смысле, для молодой женщины с ребенком и все такое. Когда мы увидели их в газетах, мы спросили сами себя, кто мог нарисовать такое? Неужели именно таким она видит мир? Значит, она тебе не нравилась. Да ты сам посмотри, и сам поймешь. Картины не нравились. Так, ладно. Я узнал все, что нужно. Что-то еще? Капитан Фитцрой рассказал мне об одном тонизирующем средстве. Хочешь выпить? Только маленький стаканчик. Я бы не отказался от стаканчиков. Попробуй вот это. Что он там за бодягу нам налил? Я думаю, мы прекрасно поладим. Это повлияет на вашу судьбу. В смысле повлияет на нашу судьбу. В конце выяснится, что мы просто тупо алкаш, короче. Так. Ну, это мы уже рассказывали. Это мы уже слушали. Так. Заказать выбивку. Давайте про слазу знаем. Склад 36. Порт Дарк Уотера. Ты знаешь, где это? Это склад Хокинса. Понятно. На твоем месте я бы туда не лез. Почему? Во-первых, ходят слухи. Тамошние матросы говорят, что по ночам со склада доносятся какие-то звуки. Крики. Что-то такое. Крики. Это еще не все. Не забывай про судьбу его владельцев и про все эти разговоры. Но больше я ничего не скажу. Что-то еще? Окей. Ладно. На этом пока все. Свериться с дневником. Так. Фицерой посоветовал мне посетить портовый бар. Он упомянул какое-то тонизирующее средство. Полагаю, заодно можно будет познакомиться с ситуацией на острове. Рыбаки собрались вокруг трупа косатки. Можно осмотреться там и поговорить с местными полицейскими. Вдруг что-то расскажут. Капитан Фицерой предложил поделиться со мной информацией про Хокинса, которую нашел в архивах в кабинете начальника порта. Так, поговорить с Брэдли. Поговорить с Фицероем. Рой Митчелл. Возраст 55 лет. Владелец бара Кит на Мели. Рой Митчелл владеет единственным баром на острове Даркоутер. Сухой закон в Ките на Мели не действует, и местные моряки регулярно заходят Митчеллу глотнуть виски. Так что ему известны все секреты и сплетни, которыми люди обмениваются после пары стаканчиков. Судя по многочисленным трофеям, развешанным по стенам заведения, Митчелл помешан на золотом веке китобойного промысла. Он с удовольствием поговорит на интересующие его темы, но о происхождении спиртного в своем баре молчит как рыба. Так, места. Кит на Мели. Бар, в котором совершенно безнаказанно продается спиртное. Вот уже не ожидал увидеть на острове такое. Бар называется Кит на Мели, и им железной руки управляет владелец некий Митчелл. Он не любит нарушителей спокойствия и ревностно защищает тайну личности своего поставщика. В бар ходят абсолютно все жители острова, и я даже наблюдал подобие перемирия между буддлигерами и моряками. Так, этот нам ничего не скажет, хоть мы его и угостили выпивкой. Что у нас здесь интересного в этом баре мы можем найти? Чарльз Хоггинс много пил, и был по уши в долгах. Интересно. Да-да, долги такая штука, а за них могут и убить. Сотрудник психиатрической лечебницы. А потом он сказал, вы не имеете права так с нами обращаться. А доктор? А он что сказал? О боже, не говори. Наверное, с ними даже не поговорить. Чудесный улов. Очевидно, самое значительное событие за последние 80 лет. Шанти. Статья о чудесном улове. 21 июля 1847 года. Чудесный улов. Сцилла возвращается в порт, чтобы спасти Дарк Уотер от голода. Мы почти оставили надежду. Команда Сциллы или то, что от нее осталось. Вернулась в порт Дарк Уотера во вторник вечером. Местные немедленно бросились в доки, чтобы встретить последнее китобойное судно на острове. Невероятный улов потряс людей. Китообразная, которая уже прозвали чудесным уловом, занимала свою палубу и даже свисала с борта. Она была больше любого зубатого кита. Выжившие моряки рассказали ужасную историю о своей опасной добыче, а также о ее мясе, невероятно вкусном и питательном. Несомненно, огромный кит прокормит многочисленных жителей Дарк Уотера и положит конец голоду, терзающему остров. Сдается склад. Суиня Мистер Марк готов сдать свой склад в аренду под рыбный цех, мастерскую или хранилище. Вы можете связаться с ним через любимую газету или найти его в доках. Праздник в ките на мели. Чтобы отметить возвращение наших храбрых китобоев, персонал кита на мели приглашает вас на бесплатную дегустацию. Приходите с семьями и друзьями, попробуйте чудесный улов. Каждый получит в подарок по бутылке ворвания. Спешите. Песенки там кто-то поет. Моряцкие. Так, ты у нас кто? Кошмары. Я слышу разные слова, слышу шепот. Какие-то у него на руке. Последуя за читателем, появится в разных местах. Обладает собственным знанием, пока не найдет нового читателя. На руках какие-то у него, смотрите. Знаки. Все, что ли? Это все. Может, мы должны дать ему это. Нет. Нет. Риски слишком высоки. Нет, нельзя. Это же просто книга, чистое знание. Понятно, путно он ничего не скажет. Местные пьяницы. Мне нравится наша песня? Мы прям как настоящие сирены. Мы не персоналы, зато поем с душой. Это верно. Точно. Как те дни, когда мы еще отплывали от Дарк Уотера и охотились на китов. Книг с китобойного промысла. Что за песня? Я никогда раньше не слышал эту песню. Ее знают только местные жители. К ней рассказывают все истории чудесного улова. Я видел газетную вырезку. Вы же в нее не верите, правда? Следи за языком, молодой человек. Этот улов спас весь наш остров. А где доказательства? Мы доказательства. Без этого улова весь Дарк Уотер вымер бы в 1847 году от голода. Это правда. Все было в точности так, как написано в заметке. Наши деды и бабки ели его мясо. И оно было вкусным. Понятно. Книг с китобойного промысла. Что положило к книг с китобойному промыслу? Киты, само собой. Они все куда-то исчезли. Вы всех перебили. Можно сказать и так. Их становилось все меньше и меньше. Пока мы не выловили последнего, самого большого. Которого и назвали чудесным уловом. Точно. Понятно. Прощайте, джентльмены. Доброй ночи, чужак. Стрэнджер. Пока. Забавные челы. Ладно. Что еще у нас здесь имеется? Давайте поговорим с девушкой. Что ты думаешь, чужак? На что уставился? А ты умеешь пить? Ни на что. Что женщина вроде тебя делает в таком месте? Здесьшние клиенты все больше мужчины. И без тебя знаю. Я ничего такого не имел в виду. Мне просто интересно, что в этой грязной забегаловке делает такая женщина, как ты. А мне интересно, чем набита голова чурбана, который начинает ее поднимать. Дай мне спокойно выпить. Я сказал тебе проваливать. Вот и поговорили, блин. Эх, не завязался разговор с красивой девушкой. Беда-то какая. Так. Здесь у нас все получается. Дверь заперта. Ну что, надо поговорить с Висроем. С капитаном. Здесь мы вроде всех опросили. Что нам расскажет капитан? Там нас тоже никуда не пускают. Полицейские отказываются с нами разговаривать. Ммм. Колокольчик. Что это? Рыболовное снаезжение. Не помешает снять с него ржавчину. Понятно. О! Толчочка. Что здесь? Как-то банк. Сувенир благополучной эпохи. Подозревая, эту доску не утирали больше 70 лет. Сцилла. В итоге оказалась на миле у входа в порт. Моделька Сцилла. Ох, тут библиотека что ли местная. Очень наверх там. О! Основу медицины том 2. Второй том посвящен этическим вопросам и рекомендациям для медицинского персонажа. Сцилла. Здорово. Ммм. Я думаю оно автоматически добавляется. Так. Дарк Уотер. Культизм. Во. Чудесным уломом местные жители прозвали последнюю добычу своих китобоев. В 1847 году, когда киты уже исчезли из ближайших вод, команда Сциллы поймала гигантское чудовище, тем спасла остров от голода. Островитяне до сих пор празднуют это событие, а газетная заметка о нем все еще висит на местной стене бара. Странно, что воспоминания об этом дне так свежи, как будто свидетели еще живы. Выдержка из записной книжки частного дектика Эдуарда Пирса. Улики. Понятно, улики. Мы уже читали это. Так. А здесь у нас ничего не добавилось? Нет. Так. Можно наверх посмотреть, что там. Заглянуть. Какие ракушки-то, смотрите. Огромные прям. Это, что подсвечивается, наверное, можно взять. Нет? Нет. Какие-то обойные. Гарпун. Это человек и... И Фитцрой похожи, словно близнецы. На этой фотографии человек похожий на капитана Фитцрой, а стоит на мостике корабля. У него деревянная нога. Улики. Деревянная нога. Наверное, брат его. Или отец. Так. Предмета нет, ничего. Предмета у нас только... А, вот знания. Знания, да. Так. Что, в этом ящике ничего. Какой мрачный сувенир. Протез. Вот она, нога. Похоже, того человека, который изображен на фотографии. Ну, скорее всего, отец, наверное. Я так предполагаю. А может, и брат. Умер, наверное, что он. И... Качество памяти Фитцрой держит. Так, что здесь еще у нас? Интересно, что скажет капитан Фитцрой об этой... Кэт. Письмо с угрозой. Во. Капитан, условия нашего соглашения однозначны. Держите своих людей под контролем. Не задирайте нас. Мы вам не по зубам. И не утруждайте себя ответом на это сообщение. Просто заплатите курьеру. Кэт. Хм. Интересно. Кто такая Кэт? Крыша протекает. Так. Все здесь, ничего, только колокольчик. Колокольчик. Так что... Дорогие друзья. Сломан. Это место почти заброшено. Колокольчик не починится, пока вы не нажмете на подписку. Не подпишитесь на канал и не нажмете колокольчик, чтобы не пропускать выходы новых видео. Так. Давайте поговорим с Фитцрой. Я нашел бытовые декларации Чарльза Хокинса. Они на столе прямо перед тобой. Но на самом деле ты, скорее всего, будешь раздражен. Когда закончишь, приходи на палубу. И все? Эти декларации подписал Чарльз Хокинс, но больше ничего не понятно. Прочитать можно только несколько дат. 1890 год, 1907 год и еще несколько цифр. Прочее содержимое документа аккуратно вымрано. Интересно, кому потребует скрывать эту информацию? Хм. Интересно. Это новая улика, да, получается у нас? Так. С ним поговорить надо будет. Отсюда я вижу все, что происходит в порту. Тяжелый труд моих моряков, драки с Кит-Сианом и Ли. И даже тем верфиным крысам от меня не спрятаться. Так это вы диктуете в этот порядке. Ну, до этого мне еще далеко. Я просто последний действующий капитан на Дарк-Волтере. Говори, чем я могу тебе помочь. Так, ваши документы невозможно прочитать. Давайте поговорим сначала про Дарк-Волтер. Ох ты. Человек на той фотографии подозрительно похож на вас. Я видел вашу фотографию. Ту, где человек стоит перед кораблем. Да, я понимаю, о чем ты. Удивительное сходство. Я думал, это вы, но с деревянной ногой. Оно и понятно. На фотографии мой отец. Я же говорил, отец. Ваш отец? Джон Фитт-Рой. Капитан Сцилла. А его деревянная нога все еще здесь. Может, и посмотреть, если интересно. Да, уже видели. Уже видели. Я видел на пристани косатку. Я только вернулся с пристани. Но это твоя косатка расстраивает моряков. Ах, да. Маской народ свой верный. Что могло убить ее. Зачем они хотят вернуть тело косатки в море? У косатки немного природных врагов. Это правда. А еще они обычно здесь не встречаются. Но ты решишь, что я старый дурак. Может и нет. Ты слышал про бездны? Трещины, которые уходят глубоко в землю. Там скрываются ни на что непохожие твари. По-моему, это просто мифы. Верно. Ты прав. Полиция решила сбросить труб косатки обратно в море. Их можно понять. Они понятия не имеют, что с ним делать. Мне кажется, это ошибка. Кто сказал, что тварь, оставившая эти раны, все еще не прячется где-то в этих водах? Хочешь сказать, лучше оставить ее на берегу? Хотя бы для того, чтобы установить истинную причину смерти. Да. Детектив дела, говорит, кстати. Так. Что за чудесный улов? Чудесный улов. Это местная легенда? Вовсе нет. Это реальная история из нашего славного прошлого. Иди и прочитай историю о том, как моряки вернулись в порт Дарк Уотера. Она висит на стене китана мили. Да, читали уже. Уже читали. Давайте спросим про Кэт. Я нашел письмо с угрозой, подписанное какой-то Кэт. Что? Я не против, если заходишь в кабинет начальника порта, но лучше тебе не лезть в мои дела. Вас шантажируют? Не совсем, нет. Эта мошенница хочет, чтобы мы платили ей за защиту. Есть успехи? Я бы так не сказал. Но она пугает моих людей, не меньше, чем своих. И вы ничего не можете сделать, чтобы остановить ее? Об этом не беспокойся. Понятно. Так. Ваши документы невозможно прочитать. Все данные на декларацию вымораны, и их совершенно невозможно прочитать. Да, я видел. Понятия не имею, кто это сделал и зачем. Я не припоминаю, что подписал что-то, на что потом нужно было бы скрывать. А зачем вообще вычеркивать даты и номинования товаров, которые хранятся на складе? Хочешь сказать, даты имеют какое-то значение? Так, чем же Хокинс зарабатывал на жизнь? Я думал, ловить рыбу перестали. Странно, что часть Хокинс хранил на складе товары, зная, что китобойный промысел прекратился в 1847 году. Я вижу, что тебе интересна история нашего острова. И верно, никакого промысла нет с конца прошлого века. Полагаю, у Хокинсов были и какие-то другие контракты. Но вы не знаете, с кем мы их заключили. Нет, это не мое дело. А, и все, что ли? Блин, ладно. Давайте спросим про склад. Я еще склад 36, вы не знаете, где это? Смотри, вон там, вон там. Склад стоит напротив пристани, мимо не пройдешь. Ясно. А знаешь, кому принадлежит это здание? Она принадлежит в семье Хокинсов. Вы меня недооцениваете. Это ли для вас игра? Она принадлежит семье Хокинсов. В точку. Наследственные суда владельцы. Я думаю, что кто-то здесь хотел, чтобы я осмотрел этот склад. Так. Можешь мне рассказать, где это здание? Смотри, я уже показал это тебе. Это тот, который, с которым вангарде в стороне. Ты не можешь не пропустить. Понимаешь? лишь ясно еще бьем моего не пора челком бэк заходи когда появится новость чем ты не так получено одно очко отлично так что ему а красноречие мы прокачиваем на 50 процентов так прокачали ага так следующий наверное будем чё поиск улик наверно да вот этот тоже до 50 процентов прокачаем дальше расследование потом будем психологию наверно качать потом уже силу и так уже по кругу наверно так что у нас здесь джеймс фитцрой 45 лет капитан джеймс фитцрой капитан хорибдэ единственное судно которое ходит между дарк уотером и бостоном частью его можно застать в кабинете начальника порта где он узнает узнает обо всех событиях на острове обитатели дарк уотера его уважают а был бутлегеры презирают он предлагал мне помощь в расследовании а что что будешь делать-то так оккультизм места нет ничего предметы тоже а ну все да в принципе дело так из документов из строя ничего не узнал но мои подозрения подтвердились склад упомянутый на транспортной этикетке с картины сары хокинс принадлежит ее мужу он находится в доках нужно найти способ проникнуть туда так проникнуть на склад 36 наша основная задача теперь ну что друзья на этом я буду серию заканчивать немножко походили осмотрелись дарк уотере вот и пытаться проникнуть на склад мы уже будем смотреть люди идут уходят с места где нас не пропускали так проходить проникать на склад мы будем уже в следующей серии вот выйдет она уже завтра так что не пропустите чтоб не пропустить подписываемся на канал группу вконтакте ставим колокольчики ссылочки будут внизу под видео ставим лайки кому нравится дизлайки кому не нравится оставляем свое мнение и отзывы об игре вот всему этому буду я рад подсказочкам кто уже играл в эту игру кто проходил и так далее всему буду я рад и я всех благодарю за просмотр всем пока